Ветхого Завета К страницам Нового В Иисусе мы видим Мессию, Помазанника Это наш следующий подзаголовок В котором воплощена надежда Израиля Именно в нем сходятся воедино самые разнообразные ожидания Которые теперь воплощены в том, кто ходит по земле Он великий первосвященник Прочтите послание к евреям Он пророк последнего времени, о чем свидетельствует Евангелие Он царь из рода Давидова Прочтите Евангелие Он сын человеческий, которого видел Даниил И об этом тоже говорят Евангелие Он тот, кто осуществляет новый исход И это тоже написано в Евангелиях Первосвященник, пророк, царь, сын человеческий, новый исход Ибо он помазанник Иисус помазанник Об этом совершенно определенно говорится в Луки и Деяниях Давайте сейчас обратимся к этим текстам Давайте откроем Луки, главу 3 Здесь, во Христе, нам явлен царь из рода Давидова Некогда обещанный царь-мессия Иисус принимает крещение от Иоанна в водах Иордана Когда Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба Бог святый, не шел на него В телесном виде, как голубь И был глаз с небес глаголющий Ты, сын мой возлюбленный В этом слышатся отголоски Псалма 2, стиха 7 Где говорится о царе из рода Давидова Божьем избраннике Ты, сын мой возлюбленный Тебе мое благоволение А это уже перекликается с одной из семи песней Раба Господня, пророка Исаии Глава 42, стих 1 В этой небесной декларации тема царствования И тема служения находятся в созвучии Ты, сын мой возлюбленный В тебе мое благоволение Он избранный Но он также и помазанник Ибо мы читаем, что на него сходит святый дух Стих 22 Поэтому не случайно, что по мере развития повествования После родословной в 3 главе Евангелия от Луки В 1 стихе 4 главы этого же Евангелия мы читаем Иисус, исполненный Духа Святого Возвратился от Иордана и повезен был Духом в пустыню Иисус Так сказать, помазанный у Иордана Провозглашенный Сыном Божиим В котором Божье благоволение Слуга, Царь Иисполняется Духа Не случайно поэтому, что уже в главах с 4 по 9 Мы читаем историю за историей о том, как сей избранный, помазанный, исполненный Духа Освобождает Божий народ То здесь, то там он избавляет Божий народ от смерти, болезней, дьявола, бесов На фоне этого публичного служения мы достигаем кульминационного текста в 9 главе Где Петр утверждает то, что становится все более и более очевидным Все более и более явным Это фактически публичное признание Христа Мессией Евангелие от Луки, стихи с 18 по 36 Посмотрите, что говорит Петр в стихах с 18 по 20 Иисус спрашивает «За кого почитает Меня народ?» В ответ Петром озвучивается ряд предположений, исходящих от людей Одни говорят, что за воскресшего Иоанна Крестителя Иные за Илью, согласно пророчеству о возвращении Ильи из Малахии 4 Другие же говорят, что это один из древних пророков, воскрес Он же спросил их «А вы за кого почитаете Меня?» Отвечал Петр За Христа Божия Ты помазанник Божий Ты Мессия Итак, это то, что исповедует Петр За его словами следует разъяснение самого Иисуса в стихах 21 и 22 Он строго-настрого запрещает ученикам Говорить кому бы то ни было о том Что он помазанник Божий При этом он использует более Неопределенное, расплывчатое, не вполне понятное выражение «Сын человеческий», которое ассоциируется с описываемой в 7 главе книги Даниила таинственной фигурой Или просто с человеком Как, например, в Псалме 8 Иисус дает понять, что Мессия должна много пострадать Быть отвержену, быть убиту Мессия должна умереть В свете этого в стихах с 23 по 27 звучит обращенный к нам призыв Христа Итак, возьми свой крест и следуй за Мною Однако здесь же он и ободряет Говоря, что за страданием последует слава Сыну человеческому должно не только пострадать Но потом и прославиться Стихи с 28 по 36 представляют собой божественное подтверждение Слов Христа Это повествование о Его преображении Вы помните, как Иисус взял Петра, Иоанна, Иакова и на горе преобразился пред ними? Было ли это откровение той славы, которую Он оставил, воплотившись в человека? Или славы, ожидающей Его после смерти и воскресения, как Сына Человеческого? Или, может быть, и то, и другое? На горе преображения апостолы, видя также Моисея и Илью Они говорили об исходе Иисуса Который Ему надлежало совершить в Иерусалиме В этом смысле перевод, которым я пользуюсь, не вполне удачен В нем употребляется слово «уход», «отшествие» И лишь в примечании «Исход» Хорошо было бы исход как раз поместить в основной текст Оживив тем самым его созвучие с Ветхим Заветом Петр, разумеется, ошеломлен и потрясен Он не знает ни что говорить, ни что делать В итоге он начинает нести какой-то вздор Вроде хорошо нам здесь быть Давайте сделаем три кущи Одну тебе, одну Моисею, одну Ильи В тексте так и поясняется «не знаю, что говорил» Думаю, такое случалось с каждым Откроешь рот, выдашь бессмыслицу и думаешь «Лучше бы не открывал» Далее снова появляется облако Осеняет присутствующих, подобно тому, как это было В третьей главе Евангелия от Луки И снова с важным Поворотом событий И был из облака глаз, глаголющий «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Мой избранник» Его слушайте Отныне ориентиром будет не Моисей, не Илья А тот, на кого взирали они Из дальнейшего повествования Луки и Деяний мы знаем Что такое мессианство, которое, казалось бы, противоречило любой логике Любой культуре, любым традициям С точки зрения традиций того времени, в котором жили Петр и все остальные Находит свое подтверждение, получает свое доказательство в день Пятидесятницы Мысль о страждущем Мессии Мессии, которому до прославления должно пострадать Горячо в своей проповеди отстаивает и доказывает Петр Его проповедь и служит указанием на то, что у нас имеется божественное подтверждение Деяние 2 глава стихи с 29 по 37 Где апостол Петр говорит о праотце Давиде, что он и умер и погребен И гроб его у нас до сегодня И далее о Христе Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели И так твердо зная, стих 36, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Всего Иисуса, которого вы распяли И следовательно, друзья мои, мы с вами живем в Регнум Кристе То есть под властью, под правлением Христа, как мне представляется Им и через Него Бог осуществляет свой главный замысел Он тот, кто придаст Ему завершенный вид Он семя жены, которая поразит змея Чем мы переходим к теме мессианства и грядущий мир Нам не безразлично современная церковь И у нас есть, что ей предложить Поддержите наш проект «Молитва и финансами» Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте Мессианство и грядущий мир Это наш следующий подзаголовок Мы снова возвращаемся к уже хорошо знакомому нам тексту Из 1 Коринфянам 15 В стихах с 22 по 28 мы читаем, что «Этот Сын, Христос, будет царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги Своей» А затем Он предаст царство Богу Дабы был Бог все во всем В этих стихах с 22 по 28 нам встречаются аллюзии на Псалом 109.1 Псалом 8 стих 6 Иисус в своей мессианской роли представляет собой синтез соединения всех этих образов Ему определено царствовать Он помазанник И когда этому царствованию уже ничего не противостоит Когда не зложены все враги Тогда отпадает необходимость в том Что я называю Мессианской функциональной ролью Тогда царство предается Богу и Отцу Хотя в отношении деталей и частности у богословов возникают разногласия Если кто-то знаком с историей богословия В этом вопросе я следую за Кальвином Его комментарий к 1 Коринфянам 15 кажется мне правильным и обоснованным Это подчинение должно рассматриваться через призму мессианства Оно не описывает внутреннюю сущность Троицы Так вот, когда эта роль исполнена Царство снова предается Богу и Отцу За этим следует грядущий мир И мы обращаемся к книге Откровения, глава 22, стих 16 Перед нами новая земля и новое небо Все Божьи враги не сложены Иисус говорит Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах Я есмь корень и потомок Давида Звезда светлая и утренняя Долгожданный царь из рода Давидова Надежда Израиля выполнил свою роль Однако остаемся мы Живущие в межвременной период Посему нам должно молиться теми словами, которые мы читаем в заключении Священного Писания Ей гряди, Господи Иисусе Книга Откровения, глава 22, стих 20 Ну что ж, друзья, вопросы по этой теме есть? А сейчас я предлагаю идти на перемену, прерваться на 10 минут После чего мы приступим к рассмотрению темы воплощения Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok